Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем наш рабочий день с не совсем обычной такой сессии. Это сессия Азербайджанского научно-исследовательского института глазных болезней. Наши дорогие коллеги приехали и подготовили, если так можно выразиться, отчет о своей работе, о тех достижениях, которые у них есть, и о том новом, что они сделали за последнее время. Я поэтому вижу, что это вызывает большой интерес, несмотря на раннее время, все-таки в зале достаточно много народа и, конечно же, еще будут подходить. Так что давайте мы начнем работу. Я сейчас ищу, ага, да, нашел уже, значит, первый доклад, будет представлен заместителем директора по науке Азербайджанского института глазных болезней. Я по привычке называю, но прошу прощения, но на самом деле сейчас полное название – это Азербайджанский национальный центр офтальмологии имени академика Зарифлы Алиевой. Значит, заместитель директора по науке, доктор медицинских наук Джан Кемяловна, или Джан Кемялкозы, Намазова. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Доброе утро, дорогие коллеги. Прежде всего, я хотела бы искренне поблагодарить Мухтара Амтамовича, весь Уфимский научно-исследовательский институт за приглашение, за возможность выступить перед столь почтительной аудиторией. Наверное, сегодня тема моего доклада будет, наверное, одной из самых удручающих, но это такова реальная действительность. Это то, от чего мы отталкиваемся и то, от чего мы должны уходить. Возрастные изменения органа зрения и механическая травма. Эта работа была выполнена в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифа Алиевой. Это наш центр. Наиболее актуальными исследованиями в мире являются те, которые затрагивают разные страны. И на сегодняшний день такова в мире тенденция, что имеет место увеличение продолжительности жизни и увеличение населения старшего возраста. Это та реальная действительность, от которой мы должны отталкиваться. Тенденция по публикации народного населения в мире такова, что к середине века число лиц старше 60 лет вырастет до 2,4 миллиарда. Тенденция увеличения продолжительности жизни и численности населения планеты приведет к тому, что это население увеличится вдвое. Поэтому мы должны считаться с этими данными. И по результатам программы ВОЗ было установлено, что в мире около 65% лиц, которые имеют нарушение зрения, это люди старше 50 лет, которые составляют 20% населения. При контроле над причин, приводящих к потере зрения в мире, были получены такие данные, что ежегодно в мире происходит около 55 миллионов случаев травм органа зрения. Если мы откроем все учебники, то мы увидим, что в основном раньше всегда считали, что травму получают люди молодого трудоспособного возраста, что составляет большую социальную проблему. Но на сегодняшний день, как мы полагаем, должного внимания проблемам лиц старшего возраста не уделяется должного внимания. Между тем, одним из вариантов механической травмы остается травма хирургическая. И сегодня на уровне очень высокой хирургии, имеющей все лучшие и лучшие результаты, все еще остаются проблемы, которыми мы должны считаться и которые мы должны устранять. Самое главное в проблеме лиц старшего возраста, как мы полагаем, без должного внимания чаще всего остаются те факторы риска, первопричины, которые провоцируют получение травмы. Что для нас важно? Чрезвычайно важно то, что с возрастом мы имеем ухудшение зрения вблизи, ухудшение стереоскопического зрения, ухудшение контрастной чувствительности, световой чувствительности. Увеличивается суммарная аберрация высокого порядка, что еще более сказывается на качестве зрения. Суммарная аберрация высокого порядка увеличивается практически вдвое, привозит к проблемам зрения, особенно в ночное время при вождении транспорта. Так в Америке регистрируют в два раза чаще увеличение дорожно-транспортных происшествий именно у лиц старшего возраста. Есть фраза, которую высказал профессор Кун, который сказал, что с большей долей вероятности, чем у молодого лица, причиной травмы может быть даже только предписание пользоваться очками. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на эту фразу. Значит, с возрастом повышаются чувствительные сетчатки к свету, естественно, что лимитируют ее функции, повышается восприимчивость к травмам, в том числе к повторным. Понижение зрения повышает риск травмы глаз, особенно с появлением таких патологий, как глоукома, дегенерация макулы, фоновой ретинопатии. Таким образом, каковы доводы, которые мы хотим привести в пользу актуальности данной проблемы? Увеличение по всему миру населения старшего возраста, снижение с возрастом зрения, изменение его качества, а также возрастные изменения организма, которые можно рассматривать как факторы риска травмы и усугубления. И травма лидирует в общей структуре слепоты и слабовидения, инвалидности по зрению. И, однако, остаются проблемы, которые требуют своего должного решения на уровне современных возможностей. Учитывая лимит во времени, я постараюсь остановиться на наиболее значимых, на наш взгляд, моментах этой проблемы и представить достаточно характерные факторы риска тех осложнений, которые мы можем ожидать. В данное исследование включены наблюдения стационарной травмы 601 пациента, но примерно около 1000 пациентов, которые обследовались амбулаторно. Дело в том, что на сегодняшний день надо обращать внимание на факт самой микротравмы именно у пожилых людей. Значит, по классификации Европейского регионального бюро практически можно сказать, что травма наиболее часто имеет место в возрасте от 60 до 74 лет. Это у практически 51% пациентов. Это считается пожилой возраст по европейским данным. При этом, если вначале лидирует травма у мужчин, далее, в последующем с изменением возраста, в старческом возрасте, эти соотношения изменяются в пользу травмы женщин. По результатам анамнеза мы считаем, что наибольшее внимание заслуживают такие факторы, как падение пациентов, удары глазом предметы и, самое главное, микротравмы, которые вызывают наиболее тяжелые осложнения. Не следует забывать о проблемах соматического характера, такие как полибание артериального давления, изменения соматические, нарушения опорно-двигательного аппарата, которые могут быть провоцирующими факторами травмы. Теперь я хотела бы очень коротко сказать, почему эта проблема заслуживает самого высокого внимания. Мы знаем, что есть среди характерных проявлений открытой травмы по классификации, международной классификации, самой тяжелой травмой является травма типа А. Мы всегда их именовали как руптура склеры, контузионный разрыв склеры, интерколярный разрыв склеры. По международной классификации они трактуются, эта травма, как деструкция или разрушение, которая по нашим, да и по литературе тоже, она встречается в 4 раза чаще, чем у лиц молодого возраста. Причем характерный разрыв по рубцу, где имеет нарушение целостной оболочки глаза, имеется также, это же состояние может иметь место и на ранее оперированном глазу. Это самый тяжелый вид травмы, и скорее всего он связан с потерей ригидности склеры. Проявлением вот такой тяжелой травмы является травма на ранее оперированном глазу. Это может быть или оперированный глаз, или же ранее перенесший травму, который травматологи расценивают как травму ранее оперированного глаза. Если вы помните, раньше считалось, что повторная травма ранее оперированного глаза считалась одним из показаний к энукляции глазу, учитывая весь тот негатив, который может следовать за этой травмой. Здесь мы изображем, в общем-то, фото руптуры склеры, которые обусловлены, как мы полагаем, ригидностью и потерей эластичности склеры. Данные травмы относятся к наиболее тяжелым и вызывают, на нашем материале был 91%, многие дают 98% от слойки сосудистой. Почти постоянно травмы, они имеют полиморфный характер. При этом страдает как глазное яблоко, так и страдает предаточный аппарат, и нередко имеют место проявление черепно-мозговой травмы, нарушение целостности глазницы. При разрыве фиброзной оболочки глаза нередко мы регистрируем смещение хрусталика, в том числе под конъюнктиву. При травме ранее оперированного глаза, независимо от того, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем наследие в виде старых технологий хирургии катаракты. Независимо от давности хирургии, при прошлых технологиях выявляются разрывы по рубцу, что подчеркивает оправданность современных укороченных разрезов в хирургии катаракты. Опять хочу повторить, есть, к сожалению, наследие старых технологий. В артефакичном глазу в качестве фактора травмы дополнительно выступает сама интерокулярная линза, которая наносит дополнительную травму структурам глаза, которой обусловлены ее конструкцией, техникой фиксации, и в качестве осложнений нередко имеет место она ряде и весь букет повреждений к тому же заднего отрезка. В данном случае вы видите разрыв по рубцу, что еще раз подчеркивает резистентность, подчеркивает резистентность рубца, ой, вернее, малую резистентность рубца к травмам. В числе закрытых травм, это по современной технологии тип D, травма артефакичного глаза, нередки проявление эндотелиальной и эпителиальной дистрофии роговицы, которая также бывает вызвана к тому же смещением линзы. В данном случае очень некрасивый, конечно, слайд, но это случай, когда травма артефакичного глаза привела к тому, что роговица расплавлена, практически отсутствует на ее месте, имеет место энтрокулярная линза. Резюмеры можно сказать, каковы с возрастом потенциальные осложнения, факторы риска осложнений. Мы знаем, что существенное увеличение плотности упаковки коллагеновых волокон и уменьшение содержания воды, в основном веществе стромы, истончение роговицы, имеет место некоторое снижение чувствительности. Совокупность изменений имеет место на поверхности глаза, вторичный синдром сухого глаза. Все эти условия имеют место быть и создают самые благоприятные условия для развития инфекционного процесса, в том числе мы наблюдаем атипичные варианты течения. И далее, факторы нерационального лечения антибиотиками, массовое увеличение антибиотиками, как правило, приводят к тому, что уничтожается естественная микрофлора, развивается устойчивая, и поэтому создаются наиболее оптимальные условия для активации вторичной, в том числе грибковой инфекции. Это проявление травмы, которые мы видим. Как при открытой, так и закрытой травме глаза лидируют процессы с инфекционным началом в виде кератита, гнойной язвы, абсцесса. И имеет очень характерный вторичный синдром сухого глаза для пациентов старшего возраста. В числе закрытых травм по типу ДНН мы выделили какие травмы? Это контузию, контузия артефакичного глаза, контузия афакичного глаза и ранее травмированного глаза, которые в наблюдениях были подавляющими за 10-летний период. Еще мы хотели представить несколько слайдов, где отражены современные технологии диагностики тех или иных нарушений. В данном случае на UBM мы полагаем, что эти исследования чрезвычайно важны для понимания того, что может предстоять при так называемой микротравме. В данном случае мы видим на UBM иридокорниальные синехии, сквозные разрывы радужки, которые были обусловлены смещением ее, естественно, ее конструкция фиксации. Выявляется чрезвычайно часто при микротравмах именно что? Децентрация ОЛ. В данном случае вы видите неравномерное смещение, где параметры радужки ОЛ смещены от 0,20 до 1,23 см. Децентрация ОЛ-контакт, казалось бы, незначительная децентрация ОЛ-контакт края ОЛ с радужкой. В принципе, он обуславливает проявление вялотекущего вида, синдром дисперсии пигмента. Поэтому диагностика, микродиагностика при микротравмах чрезвычайно важна. На артефакичном глазу вы видите нарушение травмы радужки, который вызван смещением гаптического элемента ИОЛ, и в данном случае вы видите вследствие этого эксудат, который прикрывает непосредственно оптическую зону и тракулярной линзы. В том числе на ЮБМ можно выявить погрешности более ранней хирургии в виде витриофиксации в рубце. При травме фактичного глаза на ЮБМ мы выявляли дефект средней задней порции цинновых волок, естественно, как потенциальный фактор рисковое смещение хрусталика при самой минимальной травме. Нами были изучены, может быть, возникает вопрос, для чего. Изменение капсулы хрусталика, сканирующей электронной микроскопии, и это были хрусталики, которые были люксированы под конъюнктиву. То есть целостность хрусталик не нарушал. Нужно было изучить, каковы же изменения могут быть в этом сохранившем целостность хрусталика, при том, что нарушена целостность цинновых связок. Удаленные средств и дислокации, но в основном это все случаи, которые люксированы под конъюнктивом, катарактально измененные хрусталики, на первое наше заключение было, что вряд ли эти хрусталики могли обеспечивать пациенту до травмы высокое зрение. Как видите, хрусталики достаточно изменены. Исследование, их сканирующая электронная микроскопия, позволило выявить наиболее постоянные изменения. Какие были изменения? Полиморфные нарушения, которые имели место при смещении хрусталика, они выявляли нарушение капсулы. И здесь возникает вопрос, каковы границы и возможности для безопасной факомальсификации этого глаза после травмы, так называющего стареющего глаза. Да, данные сканирующие электронной микроскопии, вы видите при целом хрусталике, так сказать, не потерявшем целостность, микроразрывы, именно по проекции, чаще всего выявляются микроразрывы, по проекции в задней капсуле хрусталика в параптической зоне, в том числе с отслоением по проекции связки вигер. В данном случае очень наглядное отслоение за нулярной пластинки экватора хрусталика по периферии. В числе посттравматических изменений пациентов старшего возраста была подтверждена высокая частота изменений роговицы и вторичная глаукома, которая диагностировалась, как правило, в поздних стадиях, в терминальной стадии со стафиломой склеры. Естественно, что можно еще объяснить, что есть общность патогенетических механизмов. Каковы факторы риска? И в числе факторов риска остается повышенная частота декомпенсации роговицы у пациентов старшего возраста, в том числе эндотелиальная и эпителиальная дистрофия. Как мы можем объяснить? Первое. Фактором риска изменений роговицы остается псевдоэксплиативный синдром. Необходимо отметить, что есть патологическое старение и есть физиологическое. К сожалению, на сегодняшний день физиологическое старение встречается гораздо реже. А псевдоэксплиативный синдром мы расцениваем как проявление преждевременного старения. И, так сказать, надо полагать, что те факторы, которые инициируют развитие изменений при псевдоэксплиативном синдроме, они в активной форме повреждают весь передний отрезок глаза, в том числе задние петели и роговицы, морфоструктуру клеток. Это было сделано нами в другом исследовании. По мере прогрессирования самого синдрома увеличивается, уменьшается плотность эндотелиальных клеток и его качество. И, в том числе, изменения в виде полиморфизма, полимедитизма, как проявление субклинического стрессового состояния заднего эпителия и роговицы, оно может служить фактором риска изменений, выраженных изменений. В данном случае вы видите плотность при третьей стадии псевдоэксплиативного синдрома, где плотность составляет 645, и наверняка это является очень высоким фактором риска для любого хирурга, он должен предпринять все меры для профилактики изменений. Почему для нас так ценно УБИЭМ? Потому что УБИЭМ позволяет выявлять на минимальной стадии, вернее в начальной стадии, все изменения, которые приводят к развитию глоукомы. В данном случае мы видим изменения профиля радужки и редокапсулярные синехии, то есть которые вызвали начальный уровень ретенции водянистой влаги. И просматривая эти варианты, конечно, мы в итоге получаем тот высокий уровень вторичной глоукомы после так называемой минимальной травмы. После микротравмы, например, УБИЭМ выявляет изменения средней и задней порции цинновых волокон. Естественно, что чревата не только люксация или субликсация хрусталика, но и данным случае вы видите выпуклый профиль радужки, который уже свидетельствует о нарушениях ретенции. В числе факторов несвоевременной диагностики глоукомы, мы полагаем, имеют место, имеющие после травмы изменения архитектоники роговицы и которые формируют и регулярность толщины поверхности, в том числе имеет место набухание хрусталика, в свою очередь уменьшение глубины передней камеры и закрытый угол, рецессия угла передней камеры, который выявляется на оптической коэффициентной томографии. Как следствие контакта целярных отростков с передней поверхности хрусталика, можем регистрировать вариант злокачественной глоукомы при сопутствующей аноредии после травм артефакичного глаза. Этот слайд, наверное, не должен всех пугать, но это та реальная действительность, которую мы имеем при нуклеации глаза. Наши наблюдения литературы подтверждают, что возрастной фактор ригидности склера и скоплений жидкости в ретровитреальном пространстве в первую очередь приводит к растяжению всего заднего отдела глаза. В то же время, как вы знаете, после травмы не всегда удается измерять внутриглазное давление, контактные методы вообще исключаются. Ну а если даже используется аппланационная тонометрия, величина его в заднем отделе глаза выходит из-под контроля. И у следователя при этом отсутствует информация о давлении на зрительный нерв и сетчатку. А при нуклеации мы выявляем обширные стафиломы, которые это подтверждают. В заключении, повышение эффективности лечения травмы не устраняет неблагоприятные сходы. И, как мы полагаем, результаты ориентируют в первую очередь на необходимость проведения достойных профилактических мероприятий. В их числе всегда надо обязательно проводить совместные с интернистами обследования. И крайне важны те оптимальные методы коррекции, которые обеспечат пациенту качественные уровни зрения. Тем самым мы считаем, что можно этим самым в какой-то в известной мере обеспечить профилактику травмы. На нашем материале мы получили результаты, когда возможность самообслуживания, то есть это качество жизни с удовлетворительными функциями была сохранена у 80,5% пациентов. С надеждой на то, что мы не будем видеть такие травмы в будущем, вот мы хотели бы с оптимистической нотой закончить наше сообщение. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо большое, Джан Камаловна. Будьте добры, я думаю, что, уважаемые коллеги, если будут возникать вопросы, наверное, можно будет в письменном виде, но у меня чисто организационный такой вот план. Дело в том, что мы наблюдаем в республике последние годы снижение общего количества травм. И у нас были белые ночи, на них тоже было отмечено, что в Российской Федерации последние годы идет снижение общего количества травм. Это связано с тем, что все-таки стали достаточно уделять внимание профилактике глазного травматизма. Как в Азербайджане в этом плане? Мы ушли от старых технологий к новым. Естественно, у нас тоже уменьшение количества травм. Но я думаю, что по всему миру есть такой момент, что микротравмы все еще остаются, на которые никто не обращает внимания. Есть очень хорошая фраза. Как раз Санкт-Петербургская школа, она одна из передовых в мире, не побоюсь этого сказать, которые стали обращать внимание на этот вариант травмы. Дело в том, что пациенты не обращают внимания, в том числе и, что грех отойти, и врачи тоже не обращают внимания на фактор микротравмы. И поэтому спустя некоторое время больной приходит с тем, что уже возможности для восстановления зрения ушли. Это все, скорее всего, связано с возрастными изменениями, потому что нет сниженной резистенции. Здесь в данном случае не только хрустали. Мы не включили здесь задний отрезок. Очень высокий процент получается от слоев сетчатки, которые они видят. Катаракты, и пациент не обращает внимания, например, какой-то. Да, количество травм может быть и уменьшается, но тем не менее во всем мире остается одной из самых актуальных проблем. Американцы, например, обращают внимание, что у них увеличиваются же автокатастрофы. Приводят данные, что почему пациент старше 80 лет должен водить машину. Я не знаю, как. Ну, количество травм, наверное, связанное с хирургией, то, что может уменьшается, но в целом микротравма не уменьшается. И даже если, чуть затяну ответ, приходят пациенты, например, с язвой. Оказывается, что он когда-то перенес, получил микротравму, но не обратил внимания. Микротравма – это что такое? Растер глаз, чуть-чуть попала ветка. Но если молодого этого пройдет, вегетирующая флора в слезоотводящих путей, она – все это очень высокие факторы риска. Поэтому, если мы будем обращать внимание, то это число не будет уменьшаться. Большое вам спасибо за очень… Да, большое спасибо.